Упасная бритва американского производителя Somers & Co. Была такая компания, как и десятки других компаний из США. Они заказывали клинки в Германии и у себя на родине их продавали уже под своим брендом. Бритва самая что ни на есть классическая. Тут где-то 5 восьмых. Выборка наполовину. Довольно звонкая сталь. И из необычного здесь ручка. Ручка очень красивая. Выполнена целиком из пластика. По-моему даже из единого куска. Но обо всем по порядку. Значит вот клеймо. Производитель G.Sommers & Co. Сент-Паул. Миннесота. Штат. На бритве есть глубокая гравировка Hallground. Состояние в принципе очень неплохое. Бритвой практически не пользовались. У нее неплохая геометрия. Как можно видеть. Я ее только заточил. Вполне хороший вариант. Как для новичка. Так и для повседневного пользования. Бритва где-то 5 восьмых. На полотне наведен легкий сатин. Бритва полностью вычищена. С оборотной стороны состояние тоже хорошее. Выборка у нее примерно наполовину. Носик с верхним скосом. Фаска снята сверху. На оборотной стороне здесь можно видеть клеймо о том, что бритва сделана в Германии. Made in Germany. И цветок. Цветок это расторопша. Достаточно известный у нас. Применяемый от кашля. От печени. От болезни печени. Ну и от других болячек. Не знаю почему мы его решили поставить на клеймо. Как торговый знак. Ну в общем. Такая вот бритва. Интересная. Бритву не разбирал. Но она в принципе вся чистая. Ну как я ее вычистил. Зубчики вычистил. Состояние очень неплохое. Ручка. Здесь из пластика. Пины оригинальные. Я их не менял. Здесь полно латунь. Пин латунный. Шайбочка стальная белая. Ручка полностью сделана из цельного кусочка пластика. Под бамбук. Или под кость. Ну скорее под бамбук даже. Такой довольно распространенный дизайн. На американских бритвах был. То есть тут годы производства где-то 1900-1910-20. Тогда такие бритвы делали. Ну довольно часто с такими ручками. У меня у самого есть например грифон карбомагнетик. С точно такой же черной ручкой. Еще там какие-то встречал. Ну и вот такой вариант. Выглядит классно. Закрывается абсолютно ровно. Ничего не надо придерживать. Расклеп плотный. Бритва не выпадает. Ну и поскольку ручка родная здесь. Идеальный родной баланс. Очень удобно. Ручка очень легкая. Ну ты ее практически не чувствуешь. То есть есть какой-то конечно вес у нее. Но тут больше сам клинок получается перевешивает. Очень удобно в бритье. И форма кромки получилась у меня такая легкая правильная улыбка. То есть кромка тут прямая сама по себе. Ну с небольшими закруглениями к пятке, к носу. Хороший классический вариант. Для повседневного бритья. Ну и в бритве идет родной футляр. Родной футляр можно видеть. G. Somers & Co. Название компании. Сент-Пауль. И штат Миннесота. Ну и можно видеть цена на то время была 2 доллара. Это такая средняя цена за бритвы. Самые такие интересные стоили 3,350. Бритвы среднего класса 2 доллара. Ну и были более дешевые. 1,50 доллар даже. Это такая бритва получается среднего класса. Чехол в нормальном состоянии. Будет идти в комплекте с бритвой. Параметр бритвы я укажу правее. 5,8. Выборка наполовину. Стандартная длина кромки около 7 сантиметров. Ну и вес я думаю тут тоже стандартный. Где-то 35 наверное. Плюс-минус грамм. Так. Ну и наверное все. А. Забыл опять. Так. Тесты на волос. И я еще хотел показать по этой бритве в каталоге. Я ее находил. Сейчас, сейчас, сейчас. Поискал в каталоге название компании. Нашел. Вот он. Summer & Co. Страна, правда, не указана. Но это по-любому Соединенные Штаты. Так как и на клейме штат указан с городом. И сам производитель. По-любому американский. Так. И покажу тесты на волос. Как проходит. Бритва такая. Немножко звонкая. Хорошо подойдет для однодневной, двухдневной щетины, трехдневной. Вот. Бритв будет с таким легким шуршанием, может быть. Но достаточно деликатно. Если ею брить более длинную щетину, более жесткую, например, недельную щетину, то, может быть, немножко жестковато будет. Вот. Надо проверять у кого как. Ну, обычно такие вот бритвы такого типа делали для как раз такой среднежесткой щетины, мягкой щетины, чтобы бриться каждый день. Так. Каждый день, через день. Нормально видно? Да. Ну, по тестам даже, в принципе, можно слышать, как она их проходит, с каким звуком. Какая у нее сталь. Так. И покажу распуск. Распуск волоса. Так. Нормально видно, да? Он рассек, отпал. Отпал. Сейчас еще возьму. Бритвы такого типа хороши для новичков. Да и для бывалых, в принципе, пользователей. Это такая чистая классика. То, что я называю чистой классикой. Бритвы достаточно предсказуемые. Легкие вправки. При этом, тут, несмотря на то, что сталь довольно каленая, кромка все равно очень нежная. Поэтому при правке надо быть осторожным и не создавать на нее лишнего давления. Иначе можно легко ее завалить. Тогда бритюжа будет хуже. Надо будет передоводить ее. В общем, все. Тесты она проходит все. Сегодня буду выставлять на продажу. Будет такая недорогая бритва. С красивой ручкой. И, в принципе, классными режущими качествами. Все.